Перспективы созыва Женевы-2, конечно, существуют, но они достаточно призрачны, ибо процесс этот все время наталкивается на препятствия, и здесь прогнозировать порой очень сложно. Если говорить о Сирии и о расхождениях по Сирии, то этот вопрос может показаться не таким простым, как кажется. Сильно базовых расхождений между Россией и Соединенными Штатами по Сирии, по крайней мере, на данном этапе, в общем-то, формально, формально это ключевое слово, нет уж очень больших расхождений. Отсюда и появилась идея созыва Женевы-2, ибо это тот механизм, который позволяет нашим обеим странам, во-первых, начать мыслить в дипломатическо-политическом ключе урегулирования данной проблемы, взять паузу определенную для разработки уточнений своих позиций и начать согласовывать подходы. Принципиально Женева-2, это, как, впрочем, была и Женева-1, это такое разделение усилий между Соединенными Штатами и Россией по принуждению сторон к мирному процессу. Соединенные Штаты, как предполагается, должны воздействовать на лидеров оппозиции и на арабские монархии Персидского залива. Россия, предположительно, должна воздействовать на режим Асада, на правительство Башара Асада с тем, чтобы принудить его к столу переговоров. Уже само по себе такое разделение функций весьма плодотворно. Другое дело, как это будет реализовываться. Более того, даже самая горячая точка расхождений в сирийском вопросе, а именно, должен ли остаться Асад, или он должен уйти в качестве предварительного шага, или уже жестко оговоренного шага для начала процесса Женевы-2. То есть, не обязательно сразу же, но где-то на предполагаемых этапах развития этого процесса. Даже это, в общем-то, точка расхождения не столь остра, потому что формально, я подчеркиваю, опять же, слово формально, совпадение здесь присутствует. Американцы не так сильно настаивают на уходе Асада. Как? Чтобы было понятнее, как, скажем, лидеры арабских монархий Персидского залива, или лидеры оппозиции, американцы в этом смысле более спокойны и взвешены. Вот, равно как с российской стороны уже неоднократно посылались сигналы и миру, и Вашингтону, и Ближнему Востоку, о том, что Россия не ставит только на Асада, а ее цели и задачи в сирийском урегулировании гораздо более широкие. Поэтому здесь тоже есть поле для согласия. Поиск формулы продолжается, но расхождения, несомненно, есть, они существенны. Я ухожу от слова принципиально, я имею в виду между Россией и Соединенными Штатами, ибо принципиально в Соединенных Штатах, равно как везде на Западе и в арабском мире, события в Сирии воспринимаются как восстание части населения этой страны против режима. И уже дальше, на нынешних продвинутых этапах этого катаклизма, внутри сирийского, внутригражданского катаклизма, наслаиваются всякого рода иностранные агенты в виде военизированных группировок Аль-Каида. И, соответственно, Хизбалла со стороны режима Асада. При этом Хизбалла действует открыто, фактически под своим флагом. И вот это одно восприятие данного конфликта. Из него следует определенная логика движения к его урегулированию. В России этот конфликт предпочитают воспринимать иначе, как противостояние между законным режимом Башара Асада и теми самыми иностранными группировками, игнорируя, так сказать, факт внутреннего восстания в Сирии против режима. Из этой конструкции восприятия проблемы следуют совершенно другие шаги и другая логика решения ее, этой проблемы. Это то, что лежит в основе восприятия проблемы и, соответственно, определенных шагов. Но на уровне дипломатических усилий все это потихонечку сближается. Позиции двух стран. И проблемы все-таки уже не между Россией и Соединенными Штатами, а между двумя нашими странами и теми факторами, которые препятствуют урегулированию, которые препятствуют началу вот этого мирного процесса «Женева-2». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok